Почти треть территории планеты и почти половина населения Земли. Государство БРИКС вместе уже много лет, но впервые саммит Большой Пятерки проходит в непривычном формате. Лидеры стран встретились онлайн из-за коронавируса. Он и стал одной из главных тем большого разговора. Президент России Владимир Путин уверен, в новой реальности крайне востребована работа нового банка развития. На борьбу с пандемией им зарезервировано 10 миллиардов долларов. Портфель инвестиционных проектов вдвое больше. В странах объединения реализуются уже 62 крупных проекта. Кстати, в скором времени в Москве откроется региональный филиал банка, который будет заниматься программами кредитования на всем евразийском пространстве. Хотел бы также напомнить, что государства БРИКС имеют специальный страховочный инструмент на случай кризисного развития ситуации на финансовых рынках. Пол условных валютных резервов общей стоимостью 100 миллиардов долларов. Сотрудничество по всем направлениям. Теперь особенно в области науки, технологий и инноваций, экологии и экономики. При этом пятерка сосредоточена не только на развитии внутри объединения. Участники группы выступают за масштабное международное взаимодействие с другими государствами, организациями, интеграционными структурами, в том числе в формате БРИКС+. Мы не будем закрывать наши двери от мира, мы, наоборот, будем приветствовать мир с открытой душой. Мы готовы быть интегрированы в глобальный рынок и также будем в дальнейшем углублять международное сотрудничество. Таким образом мы сможем создать возможности и пространство для экономического роста, экономического восстановления. Все мы находимся на одной лодке. И когда ветер сильный, а волны огромные, мы должны держать в уме наш курс. Мы должны быть решительными для того, чтобы преодолеть волнение на море и вместе попасть в светлое будущее. Уважение к уставу и ценностям ООН во главу угла принципы международного права. Но новая эпоха требует новых подходов. Кризис многосторонней системы поднимает вопрос эффективности институтов глобального управления. По мнению премьер-министра Индии, на рендре моде пришло время реформ. Индия полагает, что Совет Безопасности ООН должен быть реформирован. Это необходимо. И по этому вопросу мы рассчитываем на поддержку наших партнеров БРИКС. Помимо объединенных наций, есть некоторые другие международные институты, которые не функционируют в соответствии с современными реалиями. Также необходимы реформы таких институтов, как ВТО, МВФ и ВОЗ. Вопросы миропорядка и безопасности тоже как никогда актуальны. Страны БРИКС не поддерживают односторонние санкции и вмешательства во внутренние дела. Вместе лидеры объединения выступают против угрозы терроризма. Уверены, страны, которые ему помогают, необходимо привлекать к ответственности. К 12-му саммиту группы была подготовлена антитеррористическая стратегия «Большой Пятерки». Расширяется сотрудничество в области международной безопасности в борьбе с коррупцией и наркотиками. Мы можем поделиться информацией о потенциальных угрозах также в области нашей безопасности и стабильности наших стран. Бразилия также дорожит принятием контртеррористической стратегии «БРИКС». Мы хотели бы прийти к будущему без этой угрозы. Мы знаем, что терроризм идет рука в руку с незаконной торговлей наркотиками в разных регионах мира. В это трудное время они готовы делиться друг с другом. Россия – достижениями в разработке вакцины от коронавируса, Китай – знаниями в области традиционной медицины, Бразилия – новой технологией слежения, которая поможет предотвратить незаконную вырубку леса. Индия хочет внести свой вклад в глобальные производственные цепочки. ЮАР приглашает в африканскую зону свободной торговли, которая откроется в следующем году. БРИКС сейчас пример для всей планеты взаимопонимания и поддержки вне зависимости от расстояния, менталитета, государственного строя и вероисповедания. Для развивающихся экономик, которые уже сталкиваются с проблемами нищеты, неравенства и недостаточного развития, пандемия коронавируса стала еще большим ударом. Мы, как страны БРИКС, должны объединиться и работать вместе для того, чтобы показать нашу коллективную волю и стать лидерами в этом направлении. Пандемия научила нас тому, что нам нужно укреплять наши системы здравоохранения и готовиться к будущим возможным экстремальным ситуациям подобного размаха. В год своего председательства Россия, несмотря на пандемию и ее последствия, успела провести 130 различных мероприятий. Саммит – главный из них. Он состоялся в день рождения президента Южно-Африканской республики. Возможно, в следующем году коллеги по большой пятерке смогут поздравить Серила Ромофосу лично провести встречу лидеров стран в очном формате. Возвращение к нормальной жизни сейчас ждут не только внутри объединения, но и во всем мире. Для того, чтобы это случилось как можно скорее, каждая страна БРИКС готова приложить максимум усилий.